Всем привет, дорогие друзья! Спасибо, что зашли на мой канал. И сегодня я решила сделать макияж своей, наверное, любимой палеткой. И палеткой, которую я в принципе ввожу в любые поездки, потому что с ней можно сделать много разных видов макияжа. И, собственно, вот эта вот замечательная палетка с Алиэкспрессом, которая реплика Huda Beauty. Видите, тут получается у нас три где-то, наверное, цветовые гаммы, получается. То есть у нас есть розовая, у нас есть такая оранжевая и фиолетовая. Но фиолетовый здесь он такой. Фиолетовый розовый получается. Поэтому два с половиной вида макияжа можно здесь сделать. Я имею в виду по цветовой гамме. И, наверное, самые любимые мои здесь цвета, это, соответственно, розовый. Ну, то есть эта палетка, на самом деле, очень удобна, несмотря на то, что здесь не стоит по цветам. И несмотря на огромное количество вот таких вот теней, которые как бы для закрепления базы существуют, не знаю, может быть, кто-то ими пользуется. И, честно говоря, я не пользуюсь. Ну, единственное, я, когда у меня закончилась пудра, я припудривала эти цветные глаза. Два вот этих глиттера, честно говоря, не знаю, куда их наносить. Я ими пользовалась. Я их наносила на глаза. Потом их очень сложно смыть. Они царапают веки. И если они попадут в глаз, все. Это ужасно просто, потому что реально думаешь поехать к кулисту и там уже ложиться на вырезание глаза, просто чтобы вынуть этот несчастный глиттер. Ну, видимо, его можно наносить как-то а-ля там на скулы. Ну, естественно, это предлагается, что это наносить на верхний век, но он какой-то очень рассыпчатый. И, честно говоря, после вот этих всех историй про то, что там девушка смывала макияж, ей попал в глаз кусочек глиттера, и, в общем, она по итогу осталась без глаза. Честно говоря, мне страшно. Вот. И, в общем, я хочу показать свой такой стандартный макияж с этой палеткой. Собственно, розовый. Собственно, для начала я хочу взять свой консерв от Catrice. Камуфляж Крим. Собственно, он уже у меня вот в таком состоянии. И кисть для консервы от ZOEVA номер 142. И наношу его на подвижное веко. Ну, как? И на неподвижное тоже. И под глаз также наношу. Кстати, несмотря на то, что это тени с Алиэкспресса, и то, что там это типа реплика Huda Beauty, ничего ужасного в этом нет. Это замечательные тени. У них потрясающее качество. И, кроме того, там они cruelty free, и они сертифицированы. То есть это... Ну, как? То есть это не просто там подделка, да? Это, ну, как make-up revolution, которые вдохновляются чужими палетками. Поэтому, как бы, главное просто уметь выбирать палетки на Алиэкспресс. Ну, как, в принципе, и другие, наверное, косметические средства. Это там то же самое, например, что вы зашли в подружку или магнит косметикс. Если что, у меня, кстати, у меня вся косметика из подружки магнит косметикс. У меня нет, наверное, ни одного. Нет, у меня есть только вот кисти Зоева и палетки от Зоева. И все. Все остальное у меня бюджетное. В общем, на пушистую кисть я набираю вот этот розовый. И, в общем-то, наношу его в складку. Вот. Единственное, надо... Они достаточно пигментированы, так что надо быть реально... Ну, как бы, чтобы не плюхнуть, потому что вы можете получить такое пятно, которое вы потом, ну, не то что не растушуете, но вам потребуется достаточно много времени, чтобы это растушевать. Получается такая... Ну, я вообще, на самом деле, я люблю поярче наносить в складку века. Я вообще не заморачиваюсь тем, что оставить там место, по траве, еще что-то, потому что у меня как-то... Мне хочется побольше нанести. Берем плоскую кисть, и я набираю затемнение из этой же палетки. Я наношу вот этот, в качестве затемнения, цвет, и... уголок глаза его набираю. Он, может быть, не сильно темный, но мне достаточно. И в ту шову, как бы, в верхнее веко, пушистой кистью, которой мы уже наносили тени. Ну, получается, как бы, достаточно нескромно, будем честны. Беру кисть бочонок, и беру тот цвет, который мы наносили в складку век, и наношу по нижнему веку. И беру оттенок, который мы затемняли, на ту же самую кисть, и наношу в уголок. Собственно, я очень люблю переборщить в тушевке, и прям увести практически волосы, поэтому я потом беру и смахиваю пальчиком. Получается что-то типа того, по мне так очень симпатично. И потом пальцем, собственно, набираю вот этот розовый. Он мне очень нравится, как он смотрится. Он такой очень, как сказать, кремовый, что ли. Ну, то есть, он не даёт такого прям, может быть, вау сияния. Ну, как бы... То есть, для меня это такой хороший, шиммерный. Ну, то есть, это не глиттер, не супер какой-то оттенок, который видно из космоса, но, тем не менее, по-моему, он очень красивый. Очень симпатично смотрится. И, в общем, наношу его вот на, собственно, на подвижный век. Вот, естественно, можно ещё также пальчиками нанести его по нижнему веку, чтобы, как бы, они были похожи. Следующий шаг у нас опциональный, то есть, можно рисовать стрелку, можно не рисовать. Вот, ну, давайте сейчас я её нарисую. Для этого я беру кисть от Зуева 317, я уже наизусть выучила её номер, и Maybelline Color Tattoo в чёрном оттенке, в подводке у меня прям такой гелевый, кремовый. В общем, у меня такой нету, и я пользуюсь тенями, которые я, в принципе, покупала-то в качестве подводки. Собственно, после того, как мы рисовали стрелку, я сегодня решила её делать маленькую аккуратно. Ну, в принципе, мне кажется, что она маленькая аккуратная, но, может быть, и она, конечно, и не так. И подвожу чёрным каялом слизистую верхнего века. Нижнего я не буду подводить, потому что у меня почему-то с этим карандашом какая-то идёт реакция, видимо, на веки. И, в общем, у меня глаз начинает дико слезиться, его никак не сменительно начинает здесь течь. Но я и так, видимо, консилером немного попала, и вот течёт. Главное, что на помаду у меня такой реакции не бывает. Ну, то есть, если я нанесу в слизистую помаду, ничего страшного не будет, вообще ничего не потечёт. Не знаю, в чём разница. В общем, подводим верхнюю слизистую, красные ресницы, диагональ, и я сейчас к вам вернусь. В общем, я уже вернулась даже с накрашенным лицом. Я использовала свою пудру от Heavy Lane. И, в общем, консилер, который я уже наносила на верхние века. И взяла розовый румян. У меня это Essence Mosaic Blush. В хорошем состоянии, не разумеется. Это 20-й оттенок. По-моему, они вполне себе подходят сюда под этот макияж. Взяла хайлайтер тоже от Essence. Это назывался Rainbow Pomo Highlighter. В общем, радужный. Ну, естественно, он у меня же разбился, он у меня лежит в отдельной баночке. Вот. Нанесла их, собственно, на скулы, на спинку носа, в уголок глаза и под бровь. Брови я оформила карандашом для бровей от Evelyn. И, в общем, герлин для бровей от Vivienne Sabo, который бесцветный. И вот такая замечательная помада от The Balm в оттенке Loving. Она, по-моему, вполне сюда подходит. И, в принципе, я так и хожу. Это такой достаточно стандартный макияж. Я его очень часто делаю с этой палеткой как раз. И, соответственно, когда я еду куда-то с этой палеткой, это просто обычно у меня половина дней с этим макияжем. В общем, пишите в комментариях, как вам макияж. Повторили бы вы, купили бы вы палетку общей с Алиэкспресса или нет. Даже если на неё очень хорошие отзывы. И ставьте лайки. Подписывайтесь на мой инстаграм, где будут фотографии этого макияжа. В общем, он будет где-то здесь. Смотрите, кстати, мои предыдущие видео. Вот. Одно из них будет вот в этом уголочке. И подписывайтесь на мой канал. Кстати, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, потому что я собираюсь ещё их снимать. И спасибо за просмотр. И всем пока!